До войны здесь, на возвышении, на территории бывшей усадьбы Зубалова, находилась дальняя дача Сталина. Когда она появилась, старожилы помнят хорошо, чего не скажешь о роднике, который в народе зовут на тещином языке. Кажется, он был всегда. Я был маленьким, ходил в школу через этот мост, и мы всегда здесь пили воду. И уже на протяжении более 50 лет данный родник пользуется спросом. Долгое время в надлежащем состоянии родник поддерживали энтузиасты из числа жителей. Местные власти этого делать не могли. Источник находится на федеральной земле. Объект, по сути, без хозяина, поскольку он ни у кого на балансе не стоит, он начал разрушаться. Земля федеральная. Поселение не могло за счет бюджета ремонтировать данный объект, не принадлежащий ему и не находящийся на балансе. Поэтому мы воспользовались ситуацией и обратились к Шаповалову Игореву Ильичу с этой просьбой. От обращения до окончания работ не больше полутора месяцев. На объект рабочие вышли две недели назад. Этого времени хватило, чтобы преобразить родник. Восстановлена несущая стенка, потому что там внутри находится еще какая-то камера для какой-то технологии, которая была в свое время исторически использовалась. Восстановлена металлическая дверь, восстановлена дренажная система. И, соответственно, выполнены эстетические работы по покраске символа нашего городского округа. И гидрофабизация фасада, облицовка этой стенки и так далее. Довольно-таки много, большой перечень работ. Выполнил просьбу жителей, появилась ответственность, говорит Игорь Шаповалов. Поэтому он и в дальнейшем намерен следить за состоянием источника. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова